Где откроют госпиталь с нано-роботами вместо врачей? Укрепляет ли дружбу один мозг на двоих? Где находится самая длинная канатная дорога в мире? Обо всем этом прямо сейчас. Еду из человеческих экскрементов научились изготавливать ученые Университета американского штата Пенсильвания при поддержке НАСА. Открытие может решить проблему недостатка еды во время полетов на Марс. В процессе пищеварения выделяется метан. В нем хорошо развиваются бактерии, пригодные для еды. Их и будут употреблять в пищу астронавты. Бактерии наполовину состоят из белка и на треть из жиров. Нано-роботы вместо врачей в Арабских Эмиратах анонсировали строительство первого в мире космического госпиталя. Хирурги будут управлять роботами с Земли. Электронные помощники сами будут находить и восстанавливать поврежденные клетки. Ученые планируют применять эту технологию во время космических миссий. Один мозг на двоих. Парни, у которых отсутствует по полушарию этого органа, подружились в интернете. 24-летнему британцу Льюису Анвину отключили правую часть мозга из-за постоянных судорог. А 20-летнему австралийцу Аарону Пейну удалили левое полушарие из-за эпилепсии. Теперь он не может читать и не видит правым глазом. Льюис приехал с семьей на ферму Аарона, где гостил неделю. Первый робот-бориста появился в Японии. В Токио открылось заведение под названием «Странное кафе», где официанта заменила электронные устройства. Чтобы получить чашечку ароматного напитка, необходимо всего лишь купить билет в автомате и отсканировать QR-код. Канатная дорога в Боливии – самая длинная в мире. Ее протяженность – 30 километров. Дорога соединяет два крупнейших города страны – Ла-Пас и Эль-Альта. Конструкцию начали строить четыре года назад. И только сейчас представители Книги рекордов Гиннеса решили измерить ее длину. Ежедневно этой канаткой пользуются приблизительно 160 тысяч человек. Владельцы дороги планируют ее расширить, чтобы увеличить пассажиропоток. Картина Пабло Пикассо «Золотая муза» выставлена на торги. Портрет с изображением Марии Терезы Вольтер продадут на аукционе в Лондоне 28 февраля. Сейчас же ее выставили в галерее Гонконга. А потом покажут столицы Тайваня, Тайбэя и Нью-Йорке. Пикассо написал картину в 1937 году. По словам художника Мария Тереза Вольтер, долгое время была его музой.